Добрый день! У нас сейчас срочный эфир. У кого есть возможность распространить ссылку на эфир, пожалуйста, передавайте, чтобы люди посмотрели в прямом это эфире, потом в записи будет возможность это посмотреть. А эфир касается той важной темы, которая, ну просто я считаю сейчас, самое наиважнейшее, что может быть, это возможные бомбёжки наших городов. Реально всё идёт к этому. Даже вот я снимала несколько дней назад, то есть это вот с неделю, с дней 10 назад, эфир с Максимом Лебедевым, с представителем Совета Защитников, и мы с ним разговаривали о том, что вполне возможно атака в ноябре натовская, натовских войск, и приводили пример, какие идут шаги в политическом поле, что происходит, какие новости доносятся до нас, да, со всех уголков нашей страны, с приграничия и тому подобное. И мы говорили о том, что очень серьёзно стоит вопрос реальной, возможной, масштабной войны уже на территории России, которая просто может унести огромное количество жизней. И вот буквально недавно был опубликован документ, который называют утечкой, где представлен список городов, которых планируют бомбить. Это просто, ну, настолько вот серьёзно, настолько это, ну, я считаю, что просто жизненно необходимо. Это мы реально стоим 21 июня 41-го года, и осталось, ну, буквально несколько часов до того, как начнутся обстрелы нашей страны. Я вот так вижу эту ситуацию. И поэтому мы сегодня собрались с неравнодушными людьми со всей страны, с активистами, с которыми обсудим этот вопрос. Сразу хочу сказать, вот очень многие после моего заявления, когда я сказала о том, что появился такой список, и там есть даже город Горн-Алтайс, многие даже здесь, в республике, просто стали массово писать. Вы о чём вообще говорите? Это фейковый документ. Да по нему видно, что он не сделан как надо по ГОСТу. У него там не хватает таких-то знаков. Формулировки-то у него какие-то неправильные. Пишет-то, указывает на что-то неправильное. И вообще, кто будет тратить огромные деньги на то, чтобы побить тот же Горн-Алтайск? А у нас Горн-Алтайск – это мини-город, 60 тысяч населения. У нас, в принципе, весь регион – это 200 тысяч населения. И вот такие вот массовые сообщения мне стали приходить. Ещё раз говорю, после того, как я рассказала про этот документ и сказала о том, что у нас, по всей видимости, СОС, СОС, действительно грядут бомбёжки. И вот сейчас мы хотели бы это всё обсудить. Я вот, по моему мнению, сразу выскажу, раз как бы начала. Во-первых, про документы, про то, что про оформление. Вы знаете, сколько неправильно оформленных документов я видела в своей жизни? Когда мы подавали запросы, когда нам приходили ответы, когда ещё что-то, да, не по ГОСТам. То есть есть определённые ГОСТы, по которым оформляются документы. Вы можете проверить, практически ни один документ так не оформляется. Поэтому говорить о том, что у нас что-то было неоформлено в этом документе, это, ну, глупо вообще, абсолютно глупо. Это первое. Второе. По поводу того, что это нереально, разбомбить столько городов, а тем более, кому нужен город Горноалтайск. А вы давайте исходить из других соображений. У нас богатейшая земля, богатейшая территория, на которой люди, мы с вами, не нужны. Кому нужно, даже если говорить про захватчиков, кому нужно местное население, когда своего вот так, своего. Когда та же самая Клинтонша говорит, да, про это, уже стали сейчас новости публиковаться, что у нас впереди климатические изменения серьёзнейшие, которые могут привести к погибели многих материков, а значит и стран на них. И место, которое более-менее остаётся жизнепригодно, это территория России. И на эту территорию России, естественно, хотят заехать многие. И как вы думаете, нужны здесь местные афоригены? Вот у меня вопрос, нужны? Или как у нас даже самая республика Алтай, да, огромная территория, и говорят люди, да все места хватит, нас никто отсюда не будет выселять, нас никто отсюда не будет выгонять. Давайте смотреть на процессы. А процессы такие, что у нас сейчас люди за пределами нашей республики, их даже сейчас уже становится больше, чем самой республики, того же алтайского населения. И что вы хотите сказать, это случайность? Случайность? Это случайно, что коренное население покидает свои прекрасные земли? А я вижу, что это не случайность. Поэтому, когда мы заявляем о том, что нет надобности убирать кого-то с лица земли, нет надобности столько денег тратить, мы это исходим из своих собственных, это нормально, это абсолютно нормально. Мы исходим из своего собственного опыта, потому что нам действительно не нужно никого убивать, нам действительно не нужны чужие территории, нам действительно не нужны чужие богатства или еще что-то. Мы действительно из своего соображения уходим. И для нас странно, если есть такие люди, которые хотят тотально владеть, тотально владеть всем территорией, правами, жизнями, ресурсами, тотально. И для нас, естественно, это кажется нереальным. Но я хочу вам сказать, перестаньте думать и мыслить по себе. Те люди, которые руководят мировыми процессами сейчас, которые завладели властью во всех странах с помощью своих президентов, ставленников, у них совершенно другая психология, совершенно другая. Это, как многие говорят, судя по тому, что они делают с землей, с экологией, с другими людьми, с правами, это не люди. Поэтому абсолютно не надо себя сравнивать с этими людьми. У них другие приоритеты. Если даже говорить про ту же книгу Тани, а мы говорим, что у нас действительно в мире идет по всем фактам, по всем доказательствам, по всем вот этим вот, как это говорят, откровениям тех же там разоблачителей. У нас действительно правит некая кучка людей, которая, по всей видимости, является сектой Хаббат, у которой в голове уничтожить мир. По книге Таня, ну если судить по их книге. И что, они не будут выполнять свою миссию глубоко религиозную? Нет, конечно, это люди, у которых в крови с детства, с двух лет они изучают свою Таню, сидит в голове эти мысли. Поэтому если судить по таким людям, как говорится, оценивать адекватно, тех людей, которые выросли в определенной среде и мыслят определенным образом, то мы должны понимать, что такие люди ни перед чем не остановятся. И сравнивать нас с ними, и как-то свою психологию переводить, это уже, ну, уже будет ошибочно. И поэтому сейчас, пожалуйста, предоставляю слово тоже вот и Василе, и Оксане, Василя с Камчатки, Оксана с Воронежа, то есть это практически приграничие, чтобы высказаться по вот этой ситуации вокруг бомбежки, вокруг надвигающейся опасности на нашу страну. Что вы думаете, что вы считаете, как, в принципе, нам нужно сейчас действовать, как вообще ко всему этому относиться. И перед тем, как все это слово дать, я хочу просто... Сегодняшняя новость, буквально несколько... Небольшое время, да, несколько минут назад поступил, о том, что беспилотники атаковали Ижевск. Ребят, Удмуртия уже под обстрелом. Мы о чем вообще говорим? Мы о чем... Какие могут быть сомнения? Все, пожалуйста, предоставляю слово Василе, Оксане. Приветствую всех. Я, знаешь, по поводу прилетов дронов у меня... Я, конечно, не военный, я не технать, но у меня вопрос. Это с Украины у нас долетают дроны до российских городов, или это все-таки наши спецслужбы? Помогают уничтожать наши города? Это у меня реально вот этот вопрос, он стоит. Потому что с людьми, с которыми я общаюсь, говорят, что дроны долетают только километр, а тут извините. И мы в Камчатском крае тоже задавали вопрос на тему бомбоубежищ, на тему подготовки, и как они нас будут защищать. Нет ответа. Чиновники не отвечают. У нас министр ЧАЭС и представитель правительства Камчатского края Лебедев и Василевский, они говорят, что нет бомбоубежищ. То есть они реально говорят, что нет бомбоубежищ. То есть даже физических нет. Но по факту наши люди, сторонники, просто неравнодушные люди фотографируют, видео присылают, рассказывают. И в советское время, какие были бомбоубежища. И я на днях ездила в один из поселков Сион. И я реально увидела вживую, как выглядит по-настоящему бомбоубежище. Как туда спускаться, как все сделано железом, выковано просто. Внутри что оборудовано, что есть туалет, душевая, что есть комната для кухни. То есть реально есть оборудованные бомбоубежища. Но они завалены, разрушены, захламлены. В одном городе у нас, которые забиты. То есть в принципе никто защищать нас не будет. Никто не готов ни к каким прилетам. А учитывая, что мы граничим США и Китай, то я так думаю, что Камчатского края больше не будет. Но я тоже соглашусь, Арун, что нельзя вот так вот махать рукой, типа это фейк, это так далее. Об этом фейке давно уже активисты говорили. Говорили давно о том, что у нас в Кремле сидит предатель Владимир Владимирович Путин. Как он появился у нас у руля страны. Что он за этот период времени, за 30 лет. У нас за 10 лет Сталин поднял страну, а за 30 лет мы не видим ни производства, ни сельскохозяйства, ничего. Мы зависимы от Китая, от США. Хотя мы сейчас вроде как типа враги с США. И натовские войска сейчас готовы к нам прийти. И как можно доверять этому человеку, у меня не складывается, кроме, если не объяснить, что наших людей психически обрабатывают. То есть через средства массовой информации. И, конечно, что мы по документам уже давно живем фейком. И Светлана Ладарусь давно говорит о том, что нас будет колоть. Она еще в 12-м году, в 13-м говорила. Сбылось. Она говорила про конфликт между двумя братскими народами. Сбылось. Она говорила о том, что будут детей разлучать от родителей. Ювенальная птица сбывается. И сейчас вот этот документ, я считаю, что фейк не фейк, но мы физически это уже видим. Физически у нас прилет, у нас бомбят Белгород, у нас бомбят Курс, у нас прилеты ежедневные по городам России. И еще раз повторюсь, я думаю, мое мнение, что здесь есть рука и наших спецслужб российских. Я не думаю, что с Украины оттуда долетят в центральную Россию электродроны. Поэтому здесь надо на самом деле понимать, что те люди, которые принимают законы против человека, против российского народа, они не будут защищать нас, они не будут нас спасать. И им нужны реально территории. Кто-то мне пишет, ну и зачем им бомбить, если они тут жить должны? Так они нас вывезут и макеевку устроят. Все. В одно место вывезли, под конвоем закопали в братскую могилу. Все для этого есть. Детей взяли, по всей видимости, на органы. Все. Территория свободна. На нашу территорию Китай клацает зубами уже давно с Японии. Там армия нехилая. То есть там достаточно военисированные ребята. А благодаря Шайгу и Сирудюкову у нас вообще этого нет. То есть у нас и армия-то, увы. Поэтому здесь, мне кажется, надо реально встряхнуться и понять, что нет защитников в правительстве. И я так думаю, Арун, девчонки, мы не зря ходили по всем ведомствам. Почему? Потому что мы показали, что там сидят те люди, которые, первое, не разбираются в той теме, в которой они обязаны разбираться. И второе, они не будут защищать простой народ. Они будут защищать своих. Да, и как в этом письме написано, в процессе ракетных бомбежек, они будут защищать именно правительство, аппарат, администрация и так далее. И нам на встрече говорили о том, что да, есть бомбоубежище, но только для работников, которые будут производить там спасательные работы. Хотя, по идее, и в советское время у нас бомбоубежище были везде, в каждом населенном пункте город, он был оснащен. Есть, сегодня мне позвонили, рассказывали, что есть под домом большой просто, два мощных, больших бомбоубежища. И дети там лазили, ползали, так говорится, но оно тоже не оборудовано. И здесь, ну, реально психически, мне кажется, усыпляют бдительность, и не просто так Кремль решил сразу ответить на это письмо. Это же тоже реакция определенная. Причем мне нравится, как кто-то обратил внимание, что вы смотрите, говорит, они же на ошибки просто указывают, что тут неправильно номер написан, там неправильно оборот написан. Но сам факт существования такой идеи они не опровергли. Это, кстати, вот Светлана Михайловна сколько разоблачительных фильмов выпускала, когда Влада Русь написала заявление в ФСБ на на госизмену Путина, Медведева, Тюрдюкова. Ей же не дали ответ. То есть на нее не возбудили дело за клевету, да, что она там неправильно пишет. Нет, они просто проигнорировали. Все, значит, здесь показывается реально, что это есть. И, естественно, сейчас против нее как ополчились. Поэтому здесь, мне кажется, надо на самом деле нам стряхнуться и донести до народа, что только объединением, только сплочением мы можем что-то изменить. И я рада, что у нас есть народная трибуна. Это платформа, на которой люди объединяются. И мне кажется, мы больше по-другому никак не спасемся. Как вот наши в Великую Отечественную войну объединялись, сплачивались и шли защищать свою Родину. Я не говорю сейчас ни в коем случае какое-то вооруженное восстание. Нет, у нас есть мирный путь решить проблему. Первое, это однозначно требовать чиновников, чтобы они приводили в порядок все то, что они должны были делать в этих годах. 30 лет они просто уничтожили все. Именно все то, что касается безопасности населения. Я думаю, что девчонки сейчас тоже дополняют. Да, я хотела еще добавить по поводу того, что, может, кто-то не понял, про какой документ идет речь, что в сети появился документ, где сказано, что в ближайшее время планируются атаки по городам России и представлен целый список городов. Практически это все города нашей страны, имеется в виду столицы регионов и так далее. То есть в каждом регионе указан один, два, три города, те, которые планируются, ну, согласно этому документу, бомбить. И в этом же документе сказано, что первое, что нужно сделать главам администрации, ответственным службам, это вывести как раз вот представителей государственных органов, представителей судебной системы, силовой системы, это подготовиться к массовым захоронениям. А я напомню, что у нас принят ГОСТ о массовых захоронениях еще в 21-м году до начала специальной военной операции. И тогда, вот я буквально подняла вот эти статьи, которые были написаны на то время. И тогда просто, ну, в открытую смеялись все, все вот эти вот про-правительство, про-кремлевские, про-официальные СМИ над теми людьми, которые задавались вопросом, а у нас что, скоро война? А у нас что, для чего вообще вот эти, так скажем, ГОСТы принимаются? И там просто, ну, извините, ржали открыто, что вот люди дураки-то. Это у нас всегда такое бывает, что нам необходимо документы какие-то модернизировать. И тут панику поднимают, чуть ли там не Нибиру, планета должна прилететь, всех убить, и вот будут всех захоранивать. Вот в открытую хохотали, понимаете? И буквально это был, в сентябре принят этот ГОСТ, в феврале он вступил в силу, и в конце февраля мы получаем специальную военную операцию. Вот посмотрите, насколько мы все-таки, нас, насколько, так скажем, обманывают, вводят за нос. Или перед той же мобилизацией, если вы помните, мобилизация началась в сентябре, а за две недели до этого Песков говорил, кто говорит про то, что у нас будет мобилизация, тот, ну, чуть ли не предатель страны, потому что распространяет недостоверную информацию. В итоге, кто ответит за эти слова? Кто? Мы или Песков? Может быть, он распространял недостоверную информацию? И сейчас то, что нам говорят, это фейк, это недостоверная информация. Кому? Кому верим? Как скажем, мы кому верим? Тем людям, которые постоянно нам говорили и постоянно происходило совершенно по-другому, я лично им вообще не верю. Вообще. И вот как раз про беспилотники, смотрите, да, они долетают до Уфы, они долетают до Пензы, они долетают до Ижевска. А у нас, если вы заметили, такая тенденция, как только начинают долетать туда беспилотники, следующий этап это уже ракеты. Это уже реальные ракеты. И когда вот действительно кто-то говорит, ну они же здесь будут жить, зачем им бомбить? А вы знаете, зачем им наши халупы? У нас инфраструктура разрушенная, у нас до 90% изношности всех сетей, коммуникаций и так далее. Зачем им нужны эти халупы? Зачем им нужна вот эта вот разрушенная коммуникация? Да они сделают как надо, как лучше. За те деньги, которые мы, так скажем, на протяжении 30 лет вывозили ресурсов, тоже я недавно поднимала статистику, у меня волосы на голове зашились. 180 триллионов долларов мы вывезли ресурсов и разных богатств из России за 30 лет. Так вот, кто эти ресурсы сейчас имеет? И кто эти деньги имеет? Так отстроить страну с нуля. Это вот на эти деньги можно 5 таких россий, 10 таких россий с нуля. Поэтому, когда кто-то говорит, ой, так это же деньги, люди, для них деньги – это бумага, которые не могут, извините, жрать лопатами. И дети их, и внуки, и так далее. Поэтому для них это не проблема, это не наши копейки. Поэтому, когда вы говорите про деньги, про то, что они что-то там где-то пожалеют. Нет. Да, они каждую копейку вкладывают, понимая, чтобы она должна приносить какой-то результат. Но и если нужно, они будут раскидываться этими деньгами для того, чтобы достичь своего результата. Оксан, расскажи, пожалуйста, вот ты с Воронежа, буквально недавно тоже, ну, туда сейчас просто тоже долетают и беспилотники, и в принципе была информация, что даже ракеты, какие-то был прилет, как вообще приграничия, что люди думают, как они реагируют на все происходящее, есть ли у них понимание, что они могут быть следующие за Белгородской, за Курской области. Оксан, ты тут? Оксан, так, пока Оксана нет, Светлана, у вас в Самарской области тоже недавно были прилеты. Меня слышно хорошо, это у меня проблемы с интернетом. Знаете, вот хочется сказать про то, что действительно прилеты есть и в Самарскую область, и в другие области, но меня вот больше удивляет реакция людей в то, что никто не верит, что действительно идет какая-то атака на нашу страну, что нас хочет кто-то завоевать или там выселить, понимаете, вот какое-то вот состояние страуса, который засунул голову в песок. И я сама блогер, да, я общаюсь много с людьми, и меня вот в шок ввергает вот эта защитная реакция людей, потому что вот сейчас Аруна озвучила очень много фактов там, да, Василя говорила, что новости почитаем, у нас реально летят беспилотники, у нас реально там нефтебазу подорвали там в Сызрани, в Новокуйбышевске были прилеты, и все равно мы живем в какой-то иллюзии, что, ну, что-то само как-то рассосется. Ребята, откуда оно должно рассосаться само, как беременность сама рассосется, понимаете, когда вся политика нашей жизни говорит о том, что нас только, по моему мнению, завоевывают. И если бы мы хотели, если бы СВО действительно была с теми целями, которые ее официально озвучивают, мы бы давно-давно, по моему глубокому убеждению, победили еще, когда были под Киевом, и когда взяли Азов, понимаете? И вот эти факты, я не буду их озвучивать, потому что это небезопасно в нашей стране говорить правду, они говорят о том, что политика совершенно другая, и что те территории, вот Аруна говорила про Хаббат, что те территории, которые сейчас там, на Украине, освобождаются, Херсонская область, там еще какие-то области, туда реально уже есть видео в интернете, заезжают огромными семьями Хаббат, они там собираются жить, и у них прописано, что эти территории предназначены им, это и Хазари, там хорошая погода, хорошие условия, и наша территория Российской Федерации тоже туда входит, понимаете? И мы сейчас уже видим, что территорию эту нашу перешли уже в Курске, а мы все спим и думаем, что это нас не касается, я в шоке, если честно. Вот давайте мы просто поспрашиваем, там, я не знаю, попереписывайтесь с людьми, которые живут в Белгороде, в Курске, мы что, в какой-то другой стране живем, или Белгород, Курск уже не наши области? Уже у нас, НАТО на нашей территории, ребята, у нас уже захвачены деревни, там сколько, 80 лет, когда это давнишние новости? На нашей территории, по сути, находится враг, и мы считаем, что нас могут не бомбить. Но если к нам зашли уже, то давайте думать, что дальше будут они делать? И опять же, мы сейчас не говорим о сути СВО, потому что многие говорят, лучше бы вы говорили о том, чтобы прекратить СВО, а не как себя защищать. Знаете, это надо было делать раньше, и делать сейчас народу, понимать действительно, что это сталкивание двух братских народов, и что за этим стоит та самая третья сила, хаббатская. Вот это вот секта хаббат, по сути, которая признана независимой экспертизой экстремистской организации. Понимаете, это неофициально, это вот есть экспертизы, которые говорят, что действия этой организации можно признать экстремистской, потому что они разжигают рознь и ненависть между народами. И, может быть, это звучит как фантастика, и как какая-то сказка, но наша жизнь, она реально это показывает. И давайте подумаем. Вот смотрите, вот у нас в Самарской области, у нас сменился губернатор Федорищев Вячеслав Андреевич. В сентябре были выборы. И сейчас уже у нас видео, фотографии, как он стоит между двумя хаббатцами, хаббатцами, я так скажу, это наш главный хаббатский раввин Шлома Дойч, и приехал главный раввин Российской Федерации Берлазар к нам, чтобы посмотреть, как нам тут с синагогой ремонтировать ее, понимаете. И вот они думают о выселении соседнего дома, и вот они вот фотографии, понимаете, это сразу видно, чей Федорищев, понимаете, чей, то есть они везде, вы посмотрите, фотографии в интернете, все наши первые лица фотографируются с этими черношляпочниками и с этими бородатыми мужчинами. Везде в интернете это завалено. И Путин наш тоже, или он не наш, он их, понимаете. И мы должны понимать, что чья политика в стране. И вот Аруна говорила про массовые захоронения. Так вышла методичка, ребята, вышла методичка для МЧС в их учебные заведения, как захоранивать на эти ГОСТы была сформирована методичка. Вот, по-моему, вот в этом году появились эти фотографии, эта информация, значит, в этом году это принято. Для чего они просто так ничего делать не будут? Ну, так, сказочку такую придумали, решили, значит, создали книжечку и обучают МЧС просто так, да? Ну, мы же понимаем, что это, ну, бред, не просто так. Значит, реальные угрозы. Значит, действительно будут массовые гибели, если уже МЧСников наших обучают. И мы должны это чётко понимать. Но не засовывать голову в песок, боже, как мне страшно, куда мне деваться, а думать. Думать, ребята, нам надо думать своей головой, а мы что будем делать как народ? Потому что структура власти готовится нас захоранивать. Вот к чему они готовятся. И мы должны это понимать. А мы не хотим помирать. Мы не хотим, чтобы нас хоронили в братских могилах, штабелями укатывали. Там в «Человека-часах» написано, сколько нужно «Человека-часов», чтобы захоронить определённое количество людей. Понимаете, мы для них всё. Мы для них прах. Мы для них уже не существуем. И уже появились объявления в интернете о наём сотрудников для массового захоронения трупов. Один труп стоит тысячу рублей. в братских могилах. Вы не поверите, я в шоке. Я вчера увидела эти объявления. Они разные, они из разных городов. Где-то на проходной висит, у кого-то на предприятии висит. Дополнительный заработок шесть часов в день. Тысяча рублей один труп. Ребят, представляете, они готовятся, они набирают себе персонал. И среди нас найдутся люди, которые будут нас хоронить. Понимаете, у нас много реально отмороженного населения. Но мы, блин, разумные, которые мы должны понимать, что у нас угроза, что все, вот как действительно 21 июня 41 года. И нам надо организовываться. И вот сейчас много людей уже, которые понимают, какие-то военные даже начинают просыпаться, организуются комитеты спасения. Слушайте, ну а вот реально я вот так думаю, вот прилетит, вот у меня, значит, взрывается все вокруг. Я куда бегу с семьей? Я одна, у меня никого вот так вот вокруг нет. Я думаю, надо же как-то объединяться с соседями как минимум. У меня должен быть запас продуктов, что я буду есть и что я буду пить. И куда бежать, если что? Понимаете, должен быть выработанный механизм действия, отработанный, он должен вот здесь быть, этот механизм. Что я делаю? Раз, делай два, делай три. И вот эти шаги четкие. Дай Бог, если этого не случится. Как говоришь, соломку подстелешь и возможно, мы избежим этой ситуации, когда мы объединимся и, что важно, когда мы станем народом, когда та сторона, которая стоит против нас, поймет, что мы народ, мы объединены, мы сильны и дадим отпор им. Вот тогда они могут на нас не напасть. Но для этого они должны понимать, что мы объединенный народ и мы дадим отпор. Понимаете? Сидеть и говорить, что ничего не будет, вот это им на руку. Они просто потирают ручки и говорят, да, 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 молодцы, да, давайте все рассыпайтесь, как веник по прутикам, и мы вас просто всех перебомбим и захороним. Вот в этом самое главное сусе мы должны это понять. Мы народ и ответственность на нас, нас спасать никто не будет. Это показал и Белгород, и Курск. Людей выселили, с них никто кредиты не снял, с них квартплату никто не снял, у них нет работы, им нечего есть, им никто не платит ничего, все за свой счет. Ребята, они живут за счет волонтеров. Их там в этих ПВРах кормят волонтеры, а потому что у них нет работы. Но наши же люди, да, сдают жилье по огромным ценам. Это та самая, как это говорят, жезерные плевелы есть, да, у нас много плевел в нашей стране, которые зарабатывают на горе других. Но есть много хороших людей, но мы должны понять, что не будет о нас государство заботиться. Даже там, где уже враг, там никто о нас не заботится, никто не ввел военное положение, никто не обеспечивает население. И здесь точно так же. Ну что, исключение, что ли, какое-то? У нас есть практика, у нас есть опыт, все, вот, и надо сделать просто правильный вывод и перестать бояться, потому что иначе мы погибнем с вами. И начать объединяться, это единственный наш путь. Ну все, Арон, спасибо за то, что дала слово. Абсолютно верно. Я хочу им даже сказать, что мы, когда прошлись по своим МЧС, по администрации, вот у нас сложилось стойкое впечатление, что они все понимают, что происходит, но они вот как бы вынуждены вот говорить вот эти дежурные фразы и какой-то все равно вот этот страх, он присутствует, что, а что я могу сделать, да, а что я могу сделать, с одной стороны, а другие вот, лучше я отсижусь, отмолчусь и ничего не будет. Это вот, вот эти вот моменты. И знаете, мы когда ходили в администрацию города и тоже задавали вопросы, а куда наши жители побегут в случае обстрела, в случае какой-то ситуации, нам рассказывали про эти же подвалы, которые, если вот так вот абсолютно адекватно подойти к ситуации, никогда ни от каких бомбежек не защитят, это просто на время какого-то, да, прямого там поражения, как сказали у нас в МЧС, когда, допустим, кто-то идет из пистолета, с автомата стреляет, можно в эти подвалы временно укрыться. Это один момент. И другой момент, очень интересный, показательный, что в той же администрации мы когда задали вопрос по ответственному за гражданскую оборону, нам сказали, вы знаете, он уволился буквально на днях. Потому что, когда он стал вот эти документы поднимать, когда он, видимо, стал эти подвалы проверять, он просто не стал брать на себя ответственность за это, за вот это, то, что он своими руками будет писать куда-то там бумажки и людям, в том числе, отписывать какие-то бумажки о том, что, ребят, все будет хорошо, он просто, видимо, не стал брать этот грех на свою душу, и он ушел. И разговаривая вообще с другими людьми из других городов, а я, сами знаете, много с кем общаюсь, в той же Омской области мне рассказывали о том, что так же, когда начали спрашивать у тех ответственных за гражданскую оборону, потому что есть еще люди, которые готовы говорить, честные люди, они говорят, ребят, у нас ничего не готово, но то, что реально у нас будет бомбить, то, что у нас реально будет широкомасштабная война, мы это видим, понимаем, и мы знаем, что это будет. То есть они готовятся. Это мы с вами, как из этих полуумных, не знаю, дурки полуумные, которые неадекватно оценивают ситуацию и продолжают верить красивым сказкам каким-то, или там надеяться на что-то, не на что, ребят, надеяться, не на что. Вот Оксана подключилась, как раз, вот я задавала вопрос, Оксан, про воронеж, что у вас там уже фактически идут обстрелы, можно сказать, региона. Как люди вообще реагируют? Что ты думаешь по этому поводу? Того, что у нас прям реально уже идет масштабная, можно сказать, война. Да, здравствуйте. Масштабная война уже идет, на самом деле, и Песков сам так уже и говорит, что это война. И по поводу бомбоубежищ, я даже знаю, что у нас в Воронеже люди поднимали этот вопрос, потому что на самом деле в центре города очень много старых пятиэтажек, которые были построены в советские времена, и в этих, представляете, как было все умно сделано. И в этих пятиэтажках, старых домах были бомбоубежища практически под каждым домом. Но почему-то эти бомбоубежища или превратились в захламленные какой-то там по состоянию свое, не принадлежащие уже жителям, или кто-то просто в аренду сдал, можете себе представить, или захламили до такой степени, что это не стало похоже на бомбоубежище. Люди уже потом с городом даже судилися, и все-таки было три подсудимых, три осужденных человека в 2024 году, в апреле буквально, вынесли приговор. Кому-то шесть лет, кому-то семь, троих осудили, и два из них по возрасту выбрали контракт и пошли служить. Один по возрасту просто не пошел, потому что, ну, его не пустили. Я хочу сказать, что люди поднимают вот этот вопрос. Другое дело, что система находит, скажем так, ну, вот, вот кто виноват, вот пусть они отвечают. Вот их осудили, а если осудили, то иди на, типа, на СВО. Но, в то же время, почему-то, позволяет себе губернатор Воронежской области Гусев, в сентябре, по-моему, или даже в октябре, он на всю страну сказал, что, граждане, а кто должен о вас заботиться? Вы берите и сами восстанавливайте свои подвалы. Управляющая компания, вот вам, пожалуйста, все уполномочия через управляющую компанию. А давайте возьмем и разберемся. Управляющая компания, это частники, да, люди, которые организовали, организовали фирму и предоставляют услуги населению по оказанию своих услуг, да, крышу подлатать, слесарь у них там есть, сантехника у них есть, они обслуживают дом, но у них никогда не было обслуживать подвал, переоборудовать его в бомбоубежище, а за чей счет этот банкет, скажите, пожалуйста, почему любой губернатор, конкретно говорю, в Воронежской области, с легкостью предоставил управляющей компании оборудовать, переоборудовать подвал в бомбоубежище, но это вообще, я считаю, что просто играют понятиями подвал, подвал никогда не станет бомбоубежищем, ведь так, так, даже если ты туда лавочку поставишь, даже если ты туда 30 литров воды на каждого человека обеспечишь, все равно подвал не станет бомбоубежищем, мы лично сами спускались летом в подвал своего дома со старшим по дому, я говорю, Николай Владимирович, что будем делать, а он говорит, Оксана, я сюда не полезу, я сюда не полезу, я просто, такой приступ еще на полтора метра, а он пожилой человек, он говорит, я вот сейчас с тобой спущусь, тебе все покажу, мы заснимем, я больше туда не полезу, но если это большой многоквартирный дом, 200 квартир, подвальчик маленький, малюсенький, 200 квартир, пусть даже по одному, это 200 человек, но в каждой квартире не живут по одному человеку, куда остальные все люди денутся, туда просто невероятно, туда не поместится дом в свой подвал. И хочу сказать, что когда мы ходили год назад, тоже запрашивали со своими запросами, куда же и как же вы будете обеспечивать безопасность населения, что будет происходить, если вдруг, если вдруг прорвали вот границу, да, в Белгороде, уже беспилотники, как люди будут спасаться, как будете население защищать, нам четко сказали, да и эвакуировать мы вас будем, будут автобусы, будем эвакуировать, я хочу сказать, что нет автобусов, это же все частное, это же все частное, автобусов нету, парк автобусный в Воронеже, это или малюсенькие маршрутки, или старые убогие пазики, какие автобусы, и кто нас будет вывозить, за чей счет банкет, товарищи, ну почему участник, который имеет там 16-й, 32-й, или 10-й маршрут, должен вдруг нас вывозить, губернатор ему так прикажет, да он его пошлет, потом еще нам сказали, железнодорожным транспортом, я как бывший работник, РЖД, могу вам сказать, там все тоже частное, каждый вагон, он или в лизинге, или он частный, и он зарабатывает этот вагон, деньги, для своего хозяина, нету сейчас ничего государственного, вот кто еще до сих пор в иллюзии и считает, что нас как бы кто-то должен спасти, вы поймите, даже сейчас уже как бы земля под домом, они уже сделали так, что земля даже под домом не твоя, вот дом как бы на воздухе висит, а земля не оформлена, это о чем говорит, что эту землю уже по всем документам, по всем параметрам, они уже должны сдавать, а мы мешаемся, понимаете, и вот этот ваш дом, город, район, им мешает вместе с нами, и те сотрудники, которые когда-то два года назад, год назад нам пытались как-то выставить нас придурковатыми, недалекими, то сейчас я думаю, что они и сами все понимают, но опять же они будут спасать себя, свои семьи, своих, скажем так, окружающих, близкое окружение свое, но не нас, простых вот смертных, ну выход вижу только один, да, мы должны объединяться, есть замечательная платформа, народная трибуна, там есть гугл форма, заполните, давайте будем объединяться тут, на местах, в регионах, в каждом регионе найдется обязательно координатор от народной трибуны, и мы буквально объединимся, сплотимся, и на основании Конституции, статья третья, что власть принадлежит народу, мы честно, достойно, смело, именно с человеческим достоинством потребуем от власти прекратить вот в конце концов оккупацию нашей страны, и скорее всего, я думаю, что должно будет наступить народовластие, народовластие, это когда народ во власти, это когда народ сам решает, что ему делать в данной ситуации, ну а все, что ждать от нашего правительства, от наших губернаторов, я так полагаю, они нас просто сдадут с потрохами, вот и все, я, например, против. С другой стороны, смотрите, они какую-то дают нам иллюзию, у нас в Воронеже с начала СВО два года с половиной, два с половиной года уже сейчас не работает аэропорт, но летом буквально была опубликована новость, у нас открылся международный аэропорт, скажите, пожалуйста, для чего и как это все? Вот для кого у нас открылся наш маленький, плохенький Воронежский аэропорт, вдруг стал международным, и в него вложили бешеные-бешеные деньги, это как? И скажите, пожалуйста, в рамках КРТ развития территории, комплексное развитие территории у нас в Воронеже сейчас огромный проект существует, и губернатор за него очень сильно радеет, в центре города убирается стадион труд, он будет реконструироваться, и за 15 миллиардов рублей, вдумайтесь, за 15 миллиардов рублей будет построен новый стадион, для кого и для чего? Такой пир во время чумы, причем в рамках этого КРТ будет по периметру убираться все жилые дома, потому что сейчас такой маленький стадиончик, им их он не устраивает, это за чей счет банкет, вот эти дома по периметру, улицы там Карла Маркса, улица Фредриха Энгельса, все эти дома они будут убираться, людей будут выселять куда-нибудь в Тенистый, в Шилово, а для кого вы такой громадный этот мегапроект в центре города? Вообще непонятно, вы понимаете, на кого служит наш губернатор? Непонятные вещи происходят, причем он говорит, да, что товарищи, вы сами себе оборудуете подвалы, но 15 миллиардов как приграничный регион у него вдруг находится и он тратит эти деньги, 15 миллиардов это огромные деньги на реконструкцию, причем он называет это реконструкция, но это полный снос старого стадиона плюс домов, это не реконструкция, это постройка заново, вы понимаете, какая подмена понятий, как словами играют, как нас вводят в заблуждение, и это уже не первый раз, ну, то есть вот это словоблудство у руководителей, уже давно пора понять, что они нас обманывают, люди как в Воронеже к этому относятся, вот отвечая ору на твой вопрос, ведь многие мужчины как бы все равно прячут голову в песок, как страусы, и как бы вот сейчас даже на эфире опять же говорим мы женщины, да, мужчины, я очень надеюсь, что они все-таки к нам подключатся в трудное время, да, уже пора сейчас, может быть, они побаиваются как-то говорить, ведь очень многие военные, бывшие в отставке, которые присутствуют в каждом регионе, они ведь сейчас могли бы очень даже хорошие курсы проводить среди нас, мирного населения, и рассказывать нам элементарные вещи, да, азы, они ведь знают эти азы, они очень подготовленные, физически, терять, терять, тоже очень много знают, у них, они практику проходили, они служили, поэтому всех военных, конечно же, мы тоже приглашаем в наши комитеты спасения, потому что мы друг без друга, конечно же, сейчас без взаимопомощи, без взаимовыручки не выжили, я хочу очень рассказать августовский случай в нашей Воронежской области, когда был прилет этих самых атак беспилотников, вы знаете, есть такой город Борисоглебск, это военный город Воронежской области, он очень далеко относится, по территории от Воронежа, где-то километров 180-200 точно, и вот это было 17 августа, мне рассказывали жители этого города, произошла атака в ночь с 17-го на 18-е, было порядка 50-60 беспилотников, и люди, люди видели, как по устью реки летели эти беспилотники, это огромная такая армада, и вы знаете, они летели вот прям вдоль по устью реки, то есть, ну, видимо, соблюдая какие-то меры там, я не знаю, кто их запускает и почему так сделано, но люди рассказывали, что сигнал оповещения тревоги в городе не включили, все эти беспилотники целенаправленно летели на военный аэродром в Борисоглебске, это военный городок в Борисоглебске, и каким-то просто чудом не взорвался вот военный военный аэродром, вы понимаете, но это чудо, я знаю, как это там было, происходило, не буду сейчас все это озвучивать в эфире, все-таки это все-таки военный аэродром, люди просто своей, скажем, своим героизмом, своим сплочением, мужчины просто спасли этот аэродром, но сигнал оповещения, сигнала тревоги не было, люди сидели, там в основном частный сектор, сидели у себя всю ночь в погребах, вы можете себе представить, просто сидели в погребах, и когда на следующий день люди были возмущены, почему даже сигнал тревоги не включили, то на следующую ночь как бы администрация взяла и отомстила, она буквально всю ночь, она всю ночь включала бесконечно сигналы, как бы, вот вы жалуетесь на меня, да, администрация так посчитала, вот я вам сегодня спать не дам, то есть это, знаете, получается, что глава администрации ведет себя очень похабно и очень нагло, и ни одной новости не было нигде про этот августовский случай, СМИ замолчали, губернатор промолчал, а 50-60 дронов, это все-таки, это большая такая, это не скрыть, это невозможно ни ПВО, ни ПВО не увидеть этому, это невозможно не увидеть, это все знали СМИ, я больше чем уверена, просто запретили публиковать, и также люди рассказывают, что это была диверсия, это была диверсия внутри, эти беспилотники летели целенаправленно, они знали, куда летят, направили их четко на объекты, значит, кто запускал, знали, что делают, но это была диверсия внутри страны, да, 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 совершенно верно, и пока существуют такие диверсанты внутри страны, которые за деньги делают это, я считаю, что мы как бы, мы очень подлые, это очень подло, и это надо, об этом надо рассказывать, об этом надо не замалчивать, снимать видео, говорить, понимаете, потому что это надо разоблачать, потому что это внутри нашей страны, и вот в Воронежской области таких прилетов очень много, также я могу рассказать про город Острогорск, то есть у меня таких случаев очень много, но это все замалчивается, об этом не говорится, причем когда Острогорск тоже беспилотники бомбили, глава администрации, представляете, Местное население в округе собрал, и когда трава горела, вокруг его дачи он народ просто буквально заставлял, чтобы огонь тушили вокруг его дачи, чтобы дача его не пострадала. Вы можете себе представить? Ну, то есть, ну, здесь, получается, какие моменты, то есть, с одной стороны, мы видим реально то, что сказала Оксана, да, про замалчивание, я тоже хочу сказать, что очень много информации той, которую не показывают в СМИ, понимаете, не показывают, если бы показывали весь масштаб вот этой атаки на нашу страну, весь масштаб прилетов, мы бы все уже давно, ну, давно бы уже встряхнулись, и такие, потому что идет очень серьезно, и не только беспилотниками, говорят, и ракеты летят, и в той же Воронеж, да, прилетали, то есть, про это, это с одной стороны, и с другой стороны, посмотрите, насколько люди сами, сами вот просто как ведут себя, как рабы, то есть, тогда, когда им говорят о том, что нужно вставать за себя, нужно открывать рот, а они трусят, да еще и, так скажем, пошли там под каким-то давлением и стали делать то, что нужно той системе, которая нас ни во что не ставит, но это вообще, это, ну, где собственное чувство достоинства? И вот смотрите, ребят, здесь получается, даже про дальние регионы, хочу сказать, вот то, что у нас Воронеж, Белгород, Курская область, да, при границе, и якобы эти области являются наиболее, так скажем, опасные, а все другие в какой-то безопасности, это тоже неверное, абсолютно неверное понимание, у нас в круг России стоят базы НАТО, на протяжении многих лет у нас выстраивалась против России огромная сила, нарабатывалась, пока мы сидели и спали, пока у нас разрушалась оборона, пока у нас закрывались оборонно-промышленные предприятия, да, более тысячи, если вы знаете, пока у нас закрывались военные учебные заведения, вражеские силы накапливали свои, свое вооружение, свое власть, свое влияние на территории вокруг нас, и сейчас у нас фактически в той же Монголии, в Казахстане, я про это уже говорила, стоят сейчас, говорят, это учебные центры, но туда уже привозится техника военная, там идет активное обучение тех же военнослужащих, активное взаимодействие с НАТО, с его офицерами, и вот эти, даже эти, казалось бы, наши всегда исторически близкие нам соседи, они, в принципе, сейчас нам, ну, как минимум, не искренние друзья, и вот это нужно четко понимать, Василия сказала про то, что Камчатка, извините, от США до Камчатки ближе, чем от Москвы до США, поэтому подумайте, у Христа ли вы там за пазухой, и там где-то в конце, да вы вообще, можно сказать, на передовой, поэтому вот это все нужно осознавать, СМИ, еще раз, нам не показывают многое, вы сейчас слышали из уст людей, и если даже пообщаетесь где-то с регионами, вам многое расскажут, и я как раз обращаюсь ко всем жителям нашей России, ну, хватит молчать, потому что многие знают, и то, что произошла утечка вот этого документа про бомбежки городов, это просто утечка, реально утечка, которые, ну, как бы в истории, да, случались не раз, и, слава Богу, это как предупреждение, давайте это, чтобы было не утечкой, а чтобы люди все, которые знают, что происходит у нас, какие планы на нашу страну, откройте рот, но перестаньте вы молчать, как у нас, допустим, в администрации в одной районе, да, все там смеются, а, там Аруна что-то говорит там непонятно что, да, кто будет бомбить наш город на Алтайскую республику Алтай, а в это время поступает информация от тех же грузотрудников администрации района, которые говорят, а нам пришло указание искать место для того, чтобы временно там укрываться той же самой администрацией, просто так, что ли, просто так им вот такая директива приходит, просто так у нас сейчас по тому же городу, город на Алтайскую, это мне тоже люди говорят, не один человек мне это сказал, увеличилось количество военных, ездят туда-сюда на автомобилях, никогда такого не было, тоже просто так, да, наверное, они вот заняться нечем, приехали туризмом на Алтае заниматься, просто так, наверное, у нас беспилотники, вот что-то у нас сбивалось по спецсвязью, это тоже люди наблюдали, как приезжал ОМОН, может быть, это были учения, а тогда для чего эти учения проводятся, значит, есть такие предположения у тех же самых военных, ФСБшников, которые нас смотрят, которые следят за нами, прекратите уже прессовать, вы тоже в этой ситуации с нами вместе оказываетесь, мы в одном с вами на одном корабле, если верхушка, она для себя где-то приготовила бункера, аэродромы, не знаю, там частные самолеты у нас есть, вы-то также останетесь вместе с нами, но вы поймите, вы кому нужны-то будете, ну давайте уже как-то друг другу помогать, мы живем в стране, мы также хотим, чтобы наша страна процветала, чтобы наша страна жила, и если мы говорим, что предательство у нас в стране, вы сами этого не видите, предательство, если мы вывозим ресурсы за границу, если мы поставляем металлы, если мы поставляем все, что нужно для вооружения на Запад, в Америку, и продолжаем им поставлять, и продолжаем вести бизнес, и продолжаем здесь зависеть от доллара США, и продолжаем вывозить золотовалютные резервы за границу, то, ну неужели это непонятно, в чьих интересах работает власть, система власти, руководитель, в чьих интересах, когда у нас прорыв в Курской области, а у нас Путин ходит яблоки, нюхает в Азербайджане, или где он в это время был, нормально? Я думаю, нам нужно прийти в разум сейчас, вот прям здесь и сейчас, времени осталось, я думаю, катастрофически мало, катастрофически. Кто-то говорит, вот ноябрь, да, там в ноябре эти обстрелы, да, ноябрь, декабрь, то есть вот это вот дело времени просто, но если мы с вами действительно станем той силой, которая разоблачит и скажет, да мы видим, что это диверсия против нашего народа, да мы понимаем, что все это организовано, чтобы нас тереть с лица земли, и чьими руками это осуществляется, вот каждый из вас скажет, без трусости, ну хватит бояться трястись за свои домишки, не знаю, за свою работу, люди в Курской области тряслись сейчас, вот, нет ничего, вы так же хотите? Видите, завтра это все превратится в прах, если вы не откроете рот, и получается, из-за этой нашей трусости, а если мы начнем говорить открыто про все, это действительно может не случиться, эти планы не реализуются, потому что уже будет все открыто и понятно, кто против нас воюет, кто нас уничтожает. И что такое комитеты спасения? Просто хочу объяснить, для кого это непонятно может быть. Это объединение людей на местах, территориальное объединение, допустим, район города, район там села, да, вместе это там регион, да, совместно, это объединяются люди, заранее, ну так сказать, проводят собрания, обговаривают, какие риски может быть на их территории, например, там у вас где-то атомная электростанция рядом, или где-то водохранилище, или, допустим, где-то у вас граница, то есть у каждой местности свои нюансы. Вот вы обсуждаете, что на этой местности может быть, какие риски могут быть в случае той или иной ситуации, в случае военной угрозы, в случае ЧС, в случае чего. Обсуждаете, находите вот эти все варианты и к этим вариантам, то есть подготавливайтесь в плане о том, что сминимизировать какие-то там гибель, уничтожение имущества и так далее, сминимизировать последствия таких рисков. Собирайтесь, то есть координируйтесь, продумайте, какие шаги будете выполнять, да, что будете делать, изучайте ту же самую тактическую медицину, изучайте, как можно себя обезопасить в случае там атакой биохимическим оружием. А про это, кстати, вот человек из Омской области, он и говорил, им сказали, вы готовьтесь к тому, что это может быть и биохимическая атака, то есть к этому, да, какие-то распыления, диверсионные группы, то есть все это вы должны сами абсолютно, ни на кого не надеясь, продумывать, продумывать, как вы будете координироваться, отработать, как взорниться, да, что я буду делать, куда я буду бежать, с кем я буду связываться и тому подобное. И, конечно, работать с государственными органами, потому что есть люди, которые честны, есть люди, которые искренне работают. Это вот как раз вот это вот малое, да, среднее звено, не считая там руководителей, я думаю, что они все все знают и сознательно, на мой взгляд, не принимают никаких действий, а даже способствуют. И вот объединяться с вот этими людьми, требовать каких-то мер, допустим, по тому же оборудованию бомбоубеж, если они есть, по тому же продовольственные какие-то должны быть запасы, запасы медикаментов, то есть это, в принципе, очень быстро, очень быстро можно это наработать, если сработать грамотно и всем вместе, именно не так, чтобы 3-4 человека ходили и их считали полусумасшедшими, которые что-то говорят непонятное, да, или зная, что это будет, но не обращают внимания, ну, что вы там 3-4 мне сделать, а когда это будет весь город говорить, ребят, давайте-ка работать, и деньги найдутся, и люди найдутся, кто это сделает, и продукты, и продовольствия, все найдется, только нужно нам вместе за это взяться. И в конце концов, реально, когда вы поймете, что мы вот народ, и мы действительно сила, и вы поймете, что кто нами управляет, у вас просто в мозг встанет, как можно в своей родной семье разрушать заводы, разрушать сельское хозяйство, разрушать здравоохранение, образование, значит, это те люди, которые не в наших интересах работают. Когда у вас придет это, вы поймете, что вам не нужны такие руководители, и тогда есть у нас возможность объявить недоверие этой системе, провести открытые выборы, поставить людей, которые нашу прекрасную страну просто реально поднимут с колен и сделают ее богатой, благополучно, счастливой, без вот этой угрозы тотального уничтожения. Но времени у нас действительно не так много, мы реально дотерпели, дотерпели. Когда умные люди говорили в 2010-2012 году, что если эта система останется, придет к развалу наша страна, будет война, будет голод, будет кризис, и никто их не слушал, и мы продолжали каждый заниматься своей жизнью, своим делом, ходить в магазины, охать, какие большие цены, ай-яй-яй, кто же это делает, ай-яй-яй, кто же повышает тарифы ЖКХ, ай-яй-яй, прорвали трубы, коммуникации, ай-яй-яй, что же это такое? Вот лично мой дом затопило, а ты не думай, что это всю страну просто вот тотально подвели к такой ситуации, и ты один свой дом не спасешь. Это нужно все менять вообще, все в принципе, те же самые коммуникации, они связаны друг с другом, трубу к своему дому поменяешь, а если трасса какая-то общая лопнет, то и твой дом с твоей новой трубой останется без воды, без тепла и так далее. Вот так надо мыслить, все вместе, все вместе. И вот тогда у нас, когда у нас придет это сознание, что мы хозяева этой страны, и мы хотим, чтобы и наши страны управляли хозяева, а мы, как говорится, каждый народ ослуживает своих правителей. Если мы такие безалаберные, думаем только о себе, да кто нами будет управлять, мы точно такие же, наверное, да? Вот, но когда мы станем другими и захотим другой жизни, все это преобразуется. И вот подводя итог, хочется сказать, что реально ситуация очень серьезная. Документ, появившийся в сети, это действительно называют утечкой. И верить ему, не верить, это вообще дело каждого. Смысл даже вообще не в этом. Но в то, что все те события, которые происходят у нас сейчас, они показывают на то, что нас готовы бомбить, нас готовы тотально уже зачистить, я вижу, что так и есть. Поэтому не давайте не будем сидеть, просто кричать, орать, объединяться вместе, это вообще несложно. В каждом есть в городе возможность объединиться с единомышленниками. Народная трибуна, здесь вот сказали спикеры, да, несколько раз о том, что народная трибуна, заходите, там есть гугл-форума, где можно оставить свои данные и вас соединять с вашими единомышленниками. И очень быстро, очень быстро мы все изменим. Слушайте лидера народного, Слава Михайловна Владурус, человек, который, ну, просто я иногда удивляюсь, это действительно, ну, человек, который провидец, она видит, у нее очень острый аналитический ум, она как бы может из всего вот этого иллюзорного, из всех вот этих вот, так скажем, красивых слов, она всегда видит суть, а что хотели этим сказать. И она всегда понимает, а что реально скрывается за этим. И она всегда нам дает эту информацию, старается давать, чтобы предупредить, чтобы помочь, этого всего избежать. Вот слушайте то, что она говорит, каждый день какие-то выпуски выходят, и вы будете понимать, анализировать более широко происходящее, и это вам очень сильно поможет. Все, всем добра, распространяйте, пожалуйста, эфир. По-моему, мы никогда такого эфира не проводили в плане том, чтобы открыто вообще сказали про все, что есть, и про предательство, и про грозящие нам просто уничтожения тотальные, и про то, что необходимо народу стать народом. Я думаю, конечно, вы это поймете, что дорогого стоит сейчас так все открыто говорить, и понесете этот эфир, понесете эту информацию дальше, чтобы ГОСТы о массовом захоронении остались просто ГОСТыми и никогда не были реализованы. Хотя если вы посмотрите, проверите свои города и районы, вы найдете распоряжение о территориях, которые уже выделили под массовые захоронения. Вас уже готовы туда сложить. Если вы не хотите, действуйте. Все, всем добра. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои мысли, свои какие-то факты, ту правду, которая происходит в ваших регионах. Давайте на всю страну озвучим правду, правду, которая у нас есть. Все, всем добра.